Невероятная машина для уничтожения крепостей, эпициклоид обой. Во время Первой мировой войны множество изобретателей предлагали свои в разной степени адекватности проекты военным министерствам. Одни проекты были вполне реализуемы, а другие совсем невообразимы. Этот проект скорее относится к последним. Сегодня история о гигантской боевой машине, которая будь она создана, оставила бы позади проекты сверхтяжелых танков, таких как «Царь-танк», «Маус» или «Рате». Да даже колоссальных железнодорожных орудий вроде «Доры». Только проекты огромных линкоров и других морских судов могли бы быть сопоставимы, и то не во всем. Эпициклоид обой, мечта или все же безумие? В 1915 году инженер Иван Семчишин разработал боевую машину колоссальных размеров и характеристик, приспособленную для уничтожения вражеских укреплений и крепостей. И даже приложил по этому поводу письмо императору с просьбой поддержать его проект. Русским языком автор владел плохо, но энтузиазма ему было не занимать. Характеристики гипотетической машины были непостижимы, высотой до 650 метров, выше, чем две эфелевы башни, он был бы выше, чем большинство современных небоскребов. К примеру, самое высокое здание в Российской империи на тот момент – 67 метров. Сам создатель в записке, с предполагаемыми характеристиками, указывал максимальную скорость как 300 верст в час, до 321 километра в час. Длина до 930-960 метров, почти километр в длину. Корпус должен был быть из закаленной стали толщиной до 100 миллиметров. Но вот о том, как и где возможно вообще собрать такую машину, он не подумал. Никакого вооружения не устанавливалось, сама машина была оружием. Она должна была просто давить укрепления, всю полосу обороны, постройки и населенные пункты, своей огромной массой и размерами. Но были предусмотрены пазы для установки тяжелой артиллерии, практически любой, учитывая его габариты. Приводилось в движение машина согласно проекту, при помощи сложной системы огромных паровых двигателей, маятников и динамо-машин, поднимавших маховик-эксцентрик. Такое огромное вращающееся колесо, которое бы и преобразовывало движение в поступательные, обеспечивая перекатывание. Экипаж мог составлять несколько сотен человек, даже отводилось место внутри под жилые помещения и водопровод, телеграф, лифт и мастерские. По сути, это был целый двигающийся город, как в одном фильме. Скрыть его постройку или перемещение, конечно же, было бы абсолютно невозможно. Собственно, как и не существовало помещений, цехов, оборудования для его создания. В том же году проект был отклонен из-за невозможности его осуществления. Даже теоретически, невозможно было построить подобную машину, скорее всего она бы сложилась под собственным весом, так как толщина брони в 100 мм, просто бы не выдержала такого давления. Поступило даже предложение обернуть корпус колосса в множество слоев разной ткани, скрученной в узлы и укрепленной раствором, создавая нечто вроде прослойки из комбинированных материалов. Почти так же, как делают некоторые виды брони в наше время. Интересный факт, в июле 1943 года данная идея получила продолжение, майор Деркач предложил проект «Движущейся крепости», с огневой мощью сопоставимой со стрелковой дивизией и весом в 600 тонн. Это была мини-версия обоя, вооруженная пушками и пулеметами, тоже предназначенная для прорыва оборонительных линий. Автор, скорее всего, не мог знать о проекте «Эпициклоида», но во многом его повторил. Будь даже не настолько огромная версия этой машины создана, она бы точно стала сенсацией столетия. А вы что думаете? Гениальность или безумие? Гениальность или безумие?